Беседы по истории Второй мировой войны. О чём не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы. А прошлое ясней, ясней, ясней. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». Я её ведущий, Виталий Дымарский. И встречаемся мы сегодня с уже известным вам гостем, доктором исторических наук, профессором Новгородского государственного университета Борисом Ковалёвым. Добрый вечер, Борис. Добрый вечер. Мы продолжаем тему, столь глубоко изученную нашим сегодняшним гостем, профессором Ковалёвым. Касается она нацистской оккупации и коллаборационизма в России в годы Великой Отечественной войны. Но поскольку, как мы уже, по-моему, говорили во время предыдущих бесед с Борисом Николаевичем, тема необъятная, мы берём некоторые её аспекты, вот сегодня такая подтема этой темы, почти по Достоевскому, коллаборационизм в России, преступления и наказания. Будем говорить о том, какое, собственно говоря, наказание постигло всех тех людей, заслуженное или незаслуженное, постигло или не постигло даже, да, всех тех людей, которые можно назвать коллаборационистами в той или иной степени. От предательства до такого неосознанного сотрудничества, я бы сказал, да. Борис, ну тогда вот первый вопрос вам сразу же, да. Мы, по-моему, если не ошибаюсь, вот в беседе, которая была посвящена таким общим, что ли, проблемам коллаборационизма, говорили о том, что коллаборационизм как бы имеет несколько градаций. От измены Родины, предательства, то есть такого вот откровенного, да, до коллаборационизма бытового, если хотите, до коллаборационизма, которым, до сотрудничества с немцами, которым занимались люди, которым нужно было просто выжить в эти тяжелые годы, и они продолжали работать для того, чтобы получать какую-то зарплату, чтобы кормить себя, свою семью, своих детей. И вот рано или поздно наша власть начала разбираться с этими людьми, да, раньше или позднее. И вот в отношении уже на уровне там следствия, суда, вот эта градация от изменника Родины, от такого откровенного предательства, до человека просто выживающего, она была соблюдена? Или там уже всех под одну гребенку, что называется, гребли? Вы знаете, чем больше я пытаюсь разобраться с той самой проблемой, которую вы подняли, тем больше мне приходит в голову следующая мысль. В нашей стране иногда бывает так, кое-где у нас порой. Да, кое-где у нас порой неважно даже, что ты совершил, я, понятно, говорю несколько жестко, а когда ты это совершил и когда тебя привлекают к ответственности. Если говорить о событиях войны, то уже в августе 41-го года появляются инструкции, появляются некие распоряжения, адресованные правоохранительным органом, адресованные спецслужбам, где поднимается вопрос, а кто является пособником, кто является изменником, кого можно привлекать к уголовной ответственности. И из этих распоряжений, этих документов, мы видим, что к уголовной ответственности можно привлекать практически всех, кто как-либо, прямо или косвенно оказывает содействие оккупантам, даже если речь идет о том, что немцы разместились у кого-то на постое. Не жег, собственно, по-моему. Очень важное, мне кажется, есть уточнение. Когда вы говорите об этих документах, это что, какие-то некие распоряжения, приказы, указы, там, письменные или устные, или даже устные, или все-таки существовал некий закон, где, ну, как и полагается, да, то или иное преступление в каких-то терминах юридических описано. Беда нашей страны заключается в том... В беззаконии. Не совсем так, не беззаконие, если говорить о тех годах, какой у нас был хороший, красивый закон. У нас была Конституция 1936 года, которая гарантировала практически все права и свободы нашим гражданам. Но, как говорят историки права, это период, это время не торжества закона, но это время торжества подзаконного акта. Следовательно, некоего распоряжения, некоего ведомственного распоряжения, причем это ведомственное распоряжение могло быть засекречено. Оно могло быть для служебного пользования, а те документы, на которые я ссылаюсь, те распоряжения, Они, кстати, сейчас российскому читателю доступны, потому что они опубликованы в многотомном издании, которое, вот, это советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны. Да, это как раз второй том, который посвящен 1941 году. Так вот, значит, все-таки это некий подзаконный акт, где, условно говоря, было написано, органам внутренних дел или органам государственной безопасности, считать преступником, да? И там перечисляются все категории населения, которых можно было отнести к этим самым преступникам, даже если они оказываются действия в размещении немецких солдат на посту. Хорошо, понятно. Но я вас просто перебил. Вы говорили, что все зависит, так сказать... От времени. Да, от времени. Степень наказания зависит от времени... Почему я сейчас вспомнил вот все эти документы лета, начала осени 1941 года? Наверное, потому что в большинстве своем, в абсолютном большинстве своем, они оказались неработающими. Почему? Да потому что вот то количество людей, которые оказались под нацистской оккупацией, причем, ну, давайте не лукавить и говорить, и называть вещи своими именами. Во многом получается, и Красная Армия, и советская власть виноваты, раз они не смогли защитить свое население. Ну, это мы сейчас говорим в терминах таких, я сказал, более, так сказать, современного понимания этого дела. Я думаю, что тогда такой подход был немыслим просто. Да, совершенно верно. Мы говорим с точки зрения сегодняшнего человека, но и даже с точки зрения того времени, если буквально следовать и букве, и духу тех положений, тех документов, тех распоряжений, которые выходили в конце лета 1941 года, то репрессиям нужно было подвергать, ну, практически всех. Практически всех, это значит, вот мы как-то с вами говорили, это значит, согласно подсчетам товарища Сталина, 80 миллионов человек, ну, скажем так, десятки миллионов людей. Естественно, этого не было, естественно, это не произошло, но это невозможно, это просто невозможно. Но давайте посмотрим, как все-таки советская власть расправлялась с коллаборационистами, с пособниками на разных этапах Великой Отечественной войны. Ну, наверное, самое жесткое отношение к пособникам было в 1941, в начале 1942 года. Почему? Ну, это первая успешная, это первая победа Красной Армии, это победа Красной Армии под Москвой, на северо-западе освобожден Тихвин, освобождена Малая Вишера, и давайте посмотрим на судьбу жителей этого маленького русского городка, располагающегося между Москвой и Ленинградом. Некая девушка, 18 лет, почтальонша, получает от немецкого коменданта листовку, в которой написано следующее. Благодарственное письмо жителей, прочерк нужно вписать жителей какого городка, села, деревушки, вождю Великой Германии Адольфу Гитлеру за освобождение от иго-жида большевизма. И пустое место, где нужно поставить свою подпись. Эта девушка берет эту листовочку, она идет в какую-то деревушечку. А если бы она не взяла листовочку? Ну, она... Если бы она отказалась от этого? Но она взяла, она не отказалась. Согласитесь, что она могла по дороге эту листовочку порвать, выкинуть. Она могла просто-напросто до этой деревушечки не дойти. Она могла не выполнить данный приказ. Но она приказ исполняет, она доходит. Население собирается на сход. Она зачитывает эту листовку. Потом собравшиеся ее подписывают. Ну, умный, конечно, ставит крестик. Глупый пишет свою фамилию. Проходит буквально два месяца. Малая Вишера освобождена Красной Армией. Девушку арестовывают. Привозят в Валдай. Там над ней проходит суд. Ее за измену Родины. Проговаривают к смертной казни. Она расстреляна. Вот пример того, каким образом в 1942 году могли наказать человека за вот такое вот преступление, проступок, действие. Вот как хотите, так его и называйте. С другой стороны. С другой стороны, когда мы смотрим на события 1943-1944 года, Красная Армия наступает. Освобождены юг страны. Успешное наступление в Центральной России. Победа на Курской дуге. Понятно, что в руки советской власти, в руки советских органов государственной безопасности попадают люди, действительно совершившие настоящее преступление. Некий староста, который выдал сбитого советского летчика, выбивал налоги из населения, неоднократно заявлявший о своей ненависти к советской власти. Но его уже не расстреливают. Уже понимают, что в экстремальных условиях войны уж этого человека лучше использовать на каких-то работах. То есть он приговаривается к 15 годам лагерей, но жизнь ему сохранена. Он отправляется на просторы матушки Сибири, там своим трудом ковать победу. Исправляйся. Ну да, то есть сами проступки, конечно, несоизмеримы у этой девушки и у этой старости. А наказание равно. Да, 45-й год. 45-й год эйфория, эйфория победы, радость победы. И что бы ни говорили, но даже в условиях Сталинского Советского Союза идет определенный процесс либерализации. И здесь не только то, что в 45-м году переиздают Есенина, до этого практически запрещенного. Это можно видеть и во взаимоотношениях властей и тех людей, которые совершили во время войны те или иные преступные деяния. Вот, наверное, самые либеральные приговоры. Ну, конечно, вот в представлениях того времени были тогда, в 45-м, 46-м году, когда последний, четвертый бургомистр Новгорода Иванов получил всего-навсего 8 лет за то, что он помогал немцам эвакуировать все население. Ну, вывозить, депортировать все население за линию Пантера в Прибалтику, когда пропагандисты, которые немало потрудились над прославлением Гитлера, над осуждением жидобольшевизма, получали, ну, относительно детские, как тогда говорили, как тогда говорили срока. Ну, понятно, что те люди, которые совершили действительные преступления, руки которых были запачканы кровью, те преступления, которые не имеют срока давности, с ними, конечно, боролись всегда жестоко и беспощадно. То есть вот такая вот дифференциация как бы по времени раскрытия вот этих всех деяний. Да, потому что, когда мы смотрим на судьбы людей, которые так или иначе сотрудничали с немцами, учителя, врачи, инженеры. То есть врач, условно, работающий в больнице. Он работал при советской власти, пришли немцы, он продолжал работать в той же больнице. Да, он продолжал работать в той же самой больнице. А что он должен был делать? То есть он не должен, если в случае не сотрудничать с немцами, да? Он что должен был делать? Ну, могу. Уйти в партизаны. Ну, понимаете, чем дело? Здесь возникает, конечно, такая проблема. Ну, известное дело, что не может у нас каждый человек быть героем. Безусловно, да. Но от того, что он не герой, это не значит, что он антигерой. Совершенно верно. Хорошо, вот тут пошла речь о такой хорошей гуманной профессии, как врач. Как врач. Вот я в своей книге пишу историю одного смоленского врача-венеролога, который лечил и местных жителей, который лечил и немецких солдат, и который пошел к немцам и донес на свою коллегу-еврейку, которая была расстреляна. И когда после войны его арестовали, не за то, что он лечил немцев, а за то, что он донес. Это другое. Его спросили, зачем вы это сделали? Он сказал, вы знаете, она у меня отбирала хлеб. Она слишком хорошо, она слишком хороший специалист, она слишком хорошо лечила немецких солдат. Она отбирала хлеб у меня, у моих детей. В переносном смысле. Да, но я не антисемит и никаких особо негативных чувств к ней не испытываю. Мне даже стыдно. Но если бы он просто лечил, то, естественно, после войны, ну, может быть, были какие-то косые взгляды у соседей, как мы это очень хорошо видим о судьбе некоторых учителей, которые работали вот в этих деревенских школах на оккупированной территории. Ну, переселялись в другую деревню, и даже просили, чтобы их отправляли. Борис, вот еще такой вопрос. Мы в одной из наших бесед, когда мы говорили о том, как устанавливались оккупационные власти на каждой территории, да, мы говорили о том, вот как проводилась, не проводилась некая селекция, да, в отношении населения. Хорошо, немцы ушли. Немцев ушли, вернее, да. Наши пришли, да. Дальше. Какие были действия в отношении вот населения, жившего под немецкой оккупацией? Как здесь проводилась работа по фильтрации, если хотите, да? Где изменник, где пособник, где коллаборационист, а где вообще герой сопротивления? Вы знаете, вообще-то борьба не прекращалась ни на день. И о наиболее активных пособниках, изменниках знали. Ну, я помню, еще даже и в 60-е годы еще была. Да, безусловно. И если брать вот нам Городчину, последнее дело – это 82-й год. Немного, немало. Немного, немало. А вообще закончили чекисты заниматься этой важной работой в начале 90-х годов, когда, по сути, своей… Сейчас уже не занимаются. Сейчас уже не занимаются. Сейчас, наверное, уже бессмысленно. Ну, вы знаете… Во-первых, наверное, уже мало кто выжил. Давайте вспомним о знаменитом охотнике за нацистскими преступниками Симе Невизентале, который тоже закончил уже свою работу, его центр, по той простой причине, что время-то уже прошло. Вот. Так вот, выявляли еще во время оккупации. То есть партизанская агентура, советская агентура… Уже списки составляли. Составляли списки. Составляли списки. Первые наказания происходили еще во время оккупации. Ну, вот в моей книжке приводится листовка «Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадина». Кстати, очень сильное воздействие на старостно-полицейских производили следующие адресные листовки. Когда обращались к конкретным людям или когда в этих листовках приводили примеры конкретных фактов физической расправы над старостой, над полицейским. Ну, и говорили, что если ты не перейдешь на сторону партизан, то же самое будет с тобой. А расправлялись очень жестоко. Когда я беседовал с… Вы имеете в виду партизаны? Партизаны. Да, расправлялись очень жестоко. Когда я беседовал с героем Советского Союза, комиссаром 5-й партизанской бригады Сергуниным, он говорил следующее. Мы активных пособников никогда не стреляли, никогда не вешали. То есть, то, что в моей книжке приводится фотографии повешений, это будем считать немножко такая легкая показуха. Мы изменникам березки делали. Это когда брали предателя, и были даже люди, которые ухитрялись делать березки в одиночку, то есть, один человек привязывали к деревьям и рвали на куски. Вообще, борьба, война была более чем жестокой вот на оккупированной территории. Но, тем не менее, до этого сейчас сказали, как партизаны, да? Но вот пришла, вернулась советская власть. Как она разбиралась, кто где, кто что? Первое. Ну, были некие списки, составленные еще во время оккупации теми же партизанами. Да, партизанами, подпольщиками. Допросы, беседы. Далее, естественно, стали помогать активно советские граждане, которые, в общем-то, писали и сообщали. Доносы. Доносы. Ну, кто... Можно назвать этот донос, можно назвать сообщение. Сообщение, наверное, в зависимости от того... Причем я не удивлюсь, если они то же самое делали и при немецких властях. Ну, к сожалению, те, кто писали доносы, те, кто писали доносы, они отличались, что называется, и там, и там. А вот те, кто писали некие сообщения, ну, взять, например, такую страшную проблему, как Холокост. Некий бывший работник мясного заводика по фамилии Сердитов принимал участие в расстреле еврейских детей. И даже когда пятилетняя девочка бежала, он ее догнал, то есть тащил на глазах у всех... В каком городе? Это Псковская область. По-моему, это опочка. По-моему, это опочка. Ну, вот здесь нужно будет мне еще уточнить. Псковская область. Вот это точно. Потом он пытается скрываться у своей семьи. Вот соседи дают информацию о том, что он скрывается. Вопрос, это донос или это, наоборот, сигнал о том, что... Доброе дело. Да, это доброе дело, что этот преступник должен быть наказан, даже не наказан, его нужно покарать вот за это. То есть, естественно, население сообщало о том, что этот человек вот совершил такое вот преступление. Работали с колбарционистскими газетами в обязательном порядке. Выясняли, кто когда в эти газеты писал. Работали, уже я и говорю, чекисты с трофейными материалами управ. Насколько, кто, как работал. С архивами, с документами. С документами. Почему? Потому что берем даже такой безобидный документ, как ведомость на заработную плату. Видно, кто сколько получал. И понятно, чем больше он получал, тем больше его ценили немцы. Его же могли ценить не обязательно, так сказать, за какие-то там преступления. Может быть, он был замечательный инженер. Безусловно. Или хирург. Безусловно, да. Я, кстати, когда говорю вот о ведомости на зарплату, почему-то вспоминаю ведомость на зарплату в Псковском музее, реставраторы, люди, которые спасают культурные ценности. Для кого они спасают эти культурные ценности? Это, что называется, вопрос второй. Да. Но они никого не убивают, никого не стреляют, реставрируют русские иконы. Я хочу объяснить, что даже вот выявленные фамилии, это был еще совершенно не повод привлечения к уголовной ответственности. Просто выяснялся вот тот круг лиц, которые так или иначе оставили свои следы в процессе сотрудничества с немецкими оккупантами. Безусловно, очень многие из пособников или людей, проживавших на оккупированной территории, были эвакуированы, были депортированы, были насильно вывесены, добровольно уехали на территорию Германии. Кто-то из них затем попытался оказаться в западных странах. Кто-то вернулся обратно в свои родные места, пройдя через фильтрационные лагеря. То есть, фильтрационные лагеря были только по отношению к тем, кто возвращался оттуда. Или через фильтрационные лагеря проходила, ну так сказать, если не все, то значительная часть населения оккупированных территорий. Нет, конечно, те, кто проживали, ни через какие лагеря их не пропускали. То есть, можно говорить о вот тех самых проверках 1, 2, 3, о которых я говорил. То есть, это да. Нет, ни в каких федерационных лагерях их не было. Наоборот, их пытались максимально адаптировать к новой советской жизни. Понятно. Мы беседуем, я напомню, с профессором Ковалевым, профессором Новгородского государственного университета о коллаборационизме в России. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, в течение которых вы услышите короткий выпуск новостей, и продолжим наш разговор. Цена Победы О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена Победы А прошлое ясней, ясней, ясней Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу Цена Победы. И я напомню, что в гостях у нас сегодня Борис Ковалев, профессор Новгородского государственного университета, доктор исторических наук, автор книги «Нацистская оккупация и коллаборационизм в России» 1941-1944 годы. Говорим мы сегодня о преступлениях, совершенных коллаборационистами и тех наказаниях, которые их постигли. Так мы остановились на чем? Мы остановились на том, что... Мы остановились на том, что само население, которое проживало на оккупированной территории, никаких фильтрационных лагерях не было. Естественно, его... Просто разбирались как бы в индивидуальном порядке. Разбирались в индивидуальном порядке, выясняли, прислушивались к мнению соседей, смотрели, выясняли, кто прямо или косвенно помогал советскому сопротивлению. Ну и справедливости ради хочу заметить, что в 43-м году таких было очень и очень много. Которые помогали сопротивлению? Помогали сопротивлению. Каким образом? Почему это делалось? По ряду причин. Ну, во-первых, понятно, что нацистский режим полкозал, что он есть на самом деле рас. И, во-вторых, стало... Показал, что он не непобедим. Он не непобедим и что он недружественен русскому народу. Ну, и, в общем-то, уже заигрываться не имело даже практического смысла. Да, совершенно верно. Ну и понятно, что чужак, он всегда вызывает гораздо больше отторжения, чем свой. Он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын. Это неприятие чужака. Читал я один очень любопытный эпизод о некой русской деревне в 43-м году. Деревня целиком перебегает на сторону партизан. Естественно, спрашивают, почему вы перешли на сторону партизан, вот как один человек, немцы зверствовать стали. Ну, а как они зверствуют? Что там девок, что ли, лапают? Мил человек. Мужики, конечно, лапают, ну, что там, грабят, что ли, отбирают курей и свиней. Ну, мил человек, все жрать-то хотят-то. Так, если они раньше лапали, вы не считали это зверством, и грабили вас, вы не считали это зверством. Что они сделали такого, что вот вся деревня перебежала на сторону партизан? А, знаете, появился какой-то у них новый там какой-то офицер, так он наши улицы разрешил переходить только в одном месте. То есть, некий немецкий офицер вводит в деревню правила дорожного движения. И если насилие, грабежи, понятно, это ужасно, население это хоть могут понять логикой своей, русской. Да, но вот правила дорожного движения и то, что улицу нужно переходить только в одном месте, они рассматривают это как некое сверхзлодеяние, сверхнадругательство над менталитетом. Они идут, конечно, в партизаны тогда. Но любой староста, как бы он верно, неверно служил немцам, кто-то верно, кто-то отбывая, в общем-то, поручения, обязательно, как только оказывают партизанам помощь, берутся партизан в расписку о любом действии. То есть, дал партизану мешок картошки, берет с партизана расписку. То есть, были случаи, когда обвиняют какого-то старосту в пособничестве, арестовывают, староста идет к заветному схрону и достоит несколько десятков расписок от партизан о том, что я помогал партизанам. Люди, которые... Ну и что, это принималось во внимание? Это принималось во внимание, это более чем принималось во внимание. И понятно, что по тем временам, даже если человек вел себя грубо по отношению к населению, показывал бумажку, что он какому-то там партизанскому отряду доставлял разведсведения, ну, картошка, перевезти через дорогу, предоставить баню для помывки, это святое, это, естественно, это понятно, это что-то более серьезное, то он мог даже сказать, а я специально изображал из себя очень злого старосту, для того, чтобы... Чтобы меня не раскрыли. Не раскрыли, что я еще... Штирлиц такой, местного разлива такой. Ну, если говорить о тех, кто с оружием в руках воевал на стороне немцев, карателях, активных полицаях, они тоже бежали на сторону партизан, но этим-то бежать было тяжелее. Какие были случаи, когда какой-нибудь полицейский убьет немца, отрежет ему голову, в прямом смысле этого слова, и приносит голову партизанам и говорит, вот видите, мне нету пути назад, я вас не предам, я не изменю, я вот немца убью. Или приносили какое-то оружие, причем очень часто их так проверяли, выделяли в отдельное... Это уже, наверное, больше 43-й. Это, безусловно, 43-й год. Это, безусловно, 43-й год, потому что тогда в условиях перелома войны те люди, которые служили немцам, потому что это было сытнее, безусловно. Безопаснее. Безопаснее, надежнее, перспективнее. Да, конечно, были люди, которые пошли к немцам, потому что они были искренне противники советской власти. Такие были. Но они, наверное, вместе с немцами и ушли. В большинстве своем они с немцами и уходили. А немцы, кстати говоря, всех забирали с собой, кто хотел? Ну, когда мы говорим о Северо-Западе, там вообще было стопроцентное выселение населения за линию Пантера. И более того, даже немцы признались... Это насильственное. Насильственное. А я имею в виду другое. Вот я служу там где-то в немецкой администрации, или прислуживаю немецкой администрации, да? Подходят советские войска, да? Немцы уходят. Я прошу, герр, там такой-то, да? Я уйду с вами, я не могу здесь остаться. Брали они с собой таких? Конечно, брали. Брали. Конечно, брали. И, кстати, если вспомнить о небезызвестном Бережкове, переводчик Сталина, да. Ведь у него родители были на оккупированной территории в Киеве. И даже отец занимал какой-то пост в Киевской управе. И, кстати, они ушли с немцами в то время, когда их сын был переводчиком Сталина даже на Тегеранской конференции. То есть это не повлияло на судьбу судьбы? Это повлияло на судьбу. Он перестал быть тогда переводчиком Сталина. И потом снова стал поводить? Нет, он уже не стал. Правда, он не был, конечно... Но в Апале он не был. В Апале он не был. Просто он не был, что называется, максимально приближен к телу. Вот. Так что очень многим удалось, те, кто это хотел, избежать наказания, оказаться в Германии. Для этого надо было, в общем-то, проявить некую расчетливость, я бы сказал. Безусловно. Надо головой работать и понимать, где что, кто куда идет, на чьей стороне преимущество. Ну, вы знаете, на чьей стороне преимущество некоторые люди понимали, что в любом случае на территории Советского Союза им не жить. Взять, например, Василия Васильевича Васильева по кличке Вася Скобарь. Этот человек забил палкой несколько десятков человек в Порховском гетто со словами, что на жидов ему пуль жалко, поэтому вот он возьмет их так и убьет. Какая его судьба? Скончался в 1989 году в Канаде, в городе Торонто, будучи преуспевающим бизнесменом. Кстати говоря, вот раз вы уж привели пример человека, оказавшегося в Канаде, ну, хорошо, а как Запад воспринимал всех этих людей? Вот вы говорите, один оказался в Канаде, многие, я даже уже сейчас не беру Германию, но многие оказались, наверное, и в других странах, да и в Германии самой. Ну, конечно, уже после, так сказать, там же процесс деноцификации прошел, да, как эти люди там воспринимались, они там не попали под суды? Ну, начнем с того, что все они изначально оказались в Германии, но они постарались оказаться в западных зонах оккупации. Если брать Соединенные Штаты Америки, то, безусловно, предоставлялось американское гражданство в первую очередь жителям Прибалтики, которые американцами, в общем-то, воспринимались как оккупированные Советским Союзом государства. И, как очень хорошо вот написал вот Олег Задубровский, так вот, эти люди изначально оказались именно в Германии. Конечно, они постарались оказаться в западной зоне оккупации. Какая была у них мечта? Уехать из разоренной войной Европы во-вторых и, в-первых, уехать как можно дальше от Советского Союза. К слову, хочу сказать, что легче всего было уехать гражданам бывших Эстонии, Латвии и Литвы, потому что американским правительствам они все-таки воспринимались как граждане оккупированных государств. Даже квота, которая была предоставлена им правительством США, была больше, чем физически могло их выехать. Следовательно, эстонцы и латыши, совершившие военные преступления на территории Советского Союза, легко получали американское гражданство. Понятно, что они скрывали свой факт участия в карательных акциях. Понятно, что они могли признать факт того, что они как-то боролись с советами, но при этом не совершали никаких преступлений против гуманизма, против человечности. Понятно, что бывшие граждане Советского Союза, проживавшие на территории России, Украины, Белоруссии, тоже всячески меняли, перевирали свою биографию для получения американского гражданства. Ну, было такое понятие «березовская болезнь», когда писатель Березов получил американское гражданство, но до этого, в общем-то, он признался, что при въезде на территорию США он немножко переврал свою биографию. Он выдал себя за гражданина Польши. Да, возник вопрос. Но возник прецедент, что человек, который перевирает свою биографию, но для того, чтобы спастись от проклятого сталинского режима, он, в общем-то, может легализоваться. И этим воспользовались люди, у которых действительно были совершены настоящие преступления. И вот тут возникает очень болезненная проблема. Проблема не сколько США, сколько советской системы. То есть некий человек говорит, да, я был вот в этом самом батальоне, да, но наш батальон не был карательным. Мы, например, охраняли железную дорогу или мы сопровождали обозы с хлебом. Да, я был ещиком, то есть я там следил за лошадьми. Да, я был там, там и там. Но ни в каких карательных операциях я участия не принимал. Но дается Советским Союзом информация о том, что вот этот человек является военным преступником. Американская сторона говорит, хорошо, но давай предъявите нам... Предъявите более весомые доказательства, более весомые аргументы. Потому что очень долго решался вопрос о том, что могут ли свидетели из Советского Союза выезжать в американский суд для того, чтобы свидетельствовать против того или иного человека. Причем эти дискуссии шли до начала 70-х годов. Понятно, что... Ни к чему не привели. Ни к чему не привели. Там, правда, договорились с Никсоном, но после Уоттергейта с новой администрацией США пошла. Ну, я вам хочу сказать, увы, здесь можно, так сказать, провести некую линию современной в сегодняшний день, да, что, увы, у нас наша система, там, советская или уже теперь не советская, она просто не воспринимает судебную систему там западную и то, как она работает, ее функционирование. То ли у нас не понимают, то ли не хотят понимать, да, что нужна доказательная база, что просто так по распоряжению президента, премьер-министра или какого-то другого скопоставленного лица суды решения не принимают. Да, кстати говоря, это вот, я думаю, что в какой-то степени это можно отнести и к тому, к этим многочисленным запросам по выдаче Березовского сегодняшнего. Ну, да. Что надо, вы представьте хоть что-то, чтобы это было аргументировано и доказательно для правосудия. Но у нас все считают, да нет, у нас все, я говорю, что все это у нас по Вышинскому. Ну, а вы знаете, даже когда... Извините уже за такое отступление, лирическое, хотя не очень лирическое. Даже когда Андрея Генуаревича не было, потому что он уже лежал в могиле, потому что... Ну, дело ему жило. Да, хотя мы говорим про оттепель, 50-е, 60-е, уже тоже застоя. Тут немножечко еще одну вещь нужно учитывать. Мы к этим делам относились излишне эмоционально. И, может быть, даже нас можно понять в этом вопросе. И мы не могли понять одной вещи до конца. Почему к нам так плохо относятся? Почему мы говорим о своей трагедии? Да, мы говорим, что вот человек убивал, а вы говорите, дайте нам доказать. Да. Вот у нас есть какие-то свидетели, которые все это показывают. А вы, видите ли, требуете, чтобы эту бабушку или этого дедушку везли в США, чтобы их там унижали адвокаты, которые их слова будут, естественно, подвергать сомнениям, будут подвергать их перекрестным допросам. То есть вот сама по себе вот эта наша излишняя эмоциональность в данном вопросе во многом и помешала тому, что случаи возмездия, они, по сути, свои были единичными. Это только по отношению к Соединенным Штатам такая ситуация была? Или другие страны, в общем, практически то же самое? Та же Канада? Канада, Великобритания, Австралия, та же самая Германия, в той же самой Германии. Вот я уже говорил о комсомольском поэте Долгоненкове, который руководил газетой «Новый путь», он скончался в 1975 году в Германии. Бургомистр Новгорода, Пономарев, скончался в 1977 году в Марбурге, в той же самой Германии. Правда, хочу добавить, что вот эти люди, они после 1955 года могли даже приехать на территорию Советского Союза, потому что их действия попадали под амнистию. То есть вот преступлений, убийств, расстрелов, они в никаких расстрелах участия не принимали. Хорошо, а вот люди, принимавшие участие в расстрелах, в каких-то карательных операциях и уехавшие в ту же Германию, в той же Германии, опять же, да, вот в процессе деноцификации, после всего, после того, как Германия, так сказать, освободилась от нацизма, никаких преследований там судебных против них не было. Вы знаете, деноцификация была обращена в первую очередь к самим немцам. И к тем людям, которые занимают те или иные административные посты. Более того, удалось, вот, например, новгородским чекистам в начале 70-х годов выяснить, что человек, который принимал участие в расстрелах в городе Чудово, ну, те, кто ездит из Петербурга в Москву, хорошо знают эту станцию недалеко от Петербурга, занял заметный пост в Конституционном суде, то есть он был в Германии, да. Но то, что было поднято вот у нас тогда в России, на Новгородчине, в конечном счете, привело к тому, что он лишился своего поста. По тем документам. Но суду предан не был. Суду предан не был. Суду предан не был, потому что здесь не было достаточно доказательств того, что он совершал военное преступление, а не то, что он честно исполнял те приказы, которые ему отдавало вышестоящее командование. Что касается наших соотечественников, ну, и настоящих, и относительных, я говорю, граждан прибалтийских государств, понятно, что они доказывали, что вся информация, исходящая из Советского Союза, является дезинформацией, является ложью о том, что своего неприятия советской власти они никогда не скрывали, о том, что они по мере сил боролись против советского режима за освобождение Эстонии, Латвии и Литвы, или за освобождение России, стонущей по дыгам коммунистов. Борис, еще такой вопрос. Ну, вот мы хорошо знаем, что есть две категории наших сограждан. Это военнопленные и остарбитеры, так называемые, да, депортированные люди на принудительные работы, которые потом, которым, в общем, потом, ну, скажем так, не поздоровилось, да, при возвращении на родину, если уже не возвращались, но большинство из них, наверное, так сказать, подвергалось каким-то репрессиям тем или иным. Не все, наверное, да, кому-то удавалось избежать. Вот все-таки по отношению к этим двум категориям жители оккупированных территорий, они были, ну, в лучшем, если можно так сказать. Да, пожалуй, да, пожалуй, да, потому что жители, которые просто проживали на оккупированной территории, могли доказать, что они, что называется, самоустрадились, но жили за счет огорода, то есть просто выживали в условиях оккупации. Или они могли говорить, что вот мы оказывали какое-то в большей или меньшей степени пассивное сопротивление нацистам. Или какой-то родственник был в партизанском отряде, следовательно, его некий свет святости мог распространяться и на ближайших родственников. А им, жителям оккупированных территорий, не ставили в вину то, что они не эвакуировались с этих территорий, что они не уехали оттуда? Но, в общем-то, для этого должны были быть средства достаточные. Для этого должны были быть средства достаточные, для этого должна была соответствующим образом поработать и советская власть, которая далеко не всегда работала хорошо. Могу привести следующий пример. Ну, приведу пример Новгорода не потому, что это мой родной город, это хотя бы потому, что линия фронта остановилась в полуторах километрах от города. То есть за линию фронта пешком можно было уйти буквально, ну, скажем так, в худшем случае за час. Трагическая судьба психиатрической больницы. Все пациенты психиатрической больницы, они были расстреляны. Вот разбираются после войны. Почему не были эвакуированы больные? Всего-навсего маленькая отписка. Не было возможности. Не было транспорта. Ну, эвакуация даже ценностей Новгородского музея. Когда пришли музейные работники с просьбой выделить транспорт, им было сказано, да вы что, с ума сошли? У нас пивной завод не эвакуирован. Пивной? Пивной завод, а вы хотите свои черепки вывозить. Ну, сразу хочу сказать, что музейные работники сделали очень много. Часть ценностей была эвакуирована, но, к сожалению, часть пропала, ушла в небытие, осталась, может быть, оказалась расхищенной. Но пример. То есть музейные работники проявляют инициативу. Они хотят максимально эвакуировать то, что считают ценным, а власти им отказывают. У властей есть другая прерогатива. И мы говорим о городе, который оказался, я повторю, в полуторах километрах от линии фронта. Линия фронта стояла с августа 1941 по январь 1944 года. А что говорить о Пскове? Что говорить о западных районах России? Что говорить вообще о Белоруссии или Украине? Морис, а у этих преступлений, если они призваны преступлениями, есть ли срок давности? У преступления против человечности срока давности нет. А вот по коллаборационизму такому... Ну, что такое преступление против человечности? Это кровь. Это кровь. Это кровь, да. Если говорить о нашей стране, то что получается? Люди, которые пассивно сотрудничали с немцами, пассивно, они не были привлечены к уголовной ответственности даже после освобождения. Какое-то моральное осуждение было, причем иногда со стороны соседей, оно выражалось гораздо более заметно и более агрессивно, чем со стороны властей. То есть, если брать глубинку. Понятно, что те, кто более активно был замечен в сотрудничестве, привлекались к уголовной ответственности по статье 58, часть 10 антисоветской агитации и пропаганда, но все эти люди были амнистированы в 55-м году. То есть, их признавали преступниками, но считали, что их можно уже простить. И срок давности уголовного преследования не был отменен только для тех, кто совершал убийство, кто принимал участие в карательных отрядах. Ну, я помню, вы же рассказывали в одной из наших программ предыдущих по поводу таких моральных наказаний, приводили пример в Голландии, когда людей заставляли уже после освобождения писать такие объявления, платные объявления в газете, что вот я каюсь, сотрудничал с тем-то и тем-то. Может, у нас такую бы практику надо было ввести? Хотя я не уверен, что у нас это... Ну, вы знаете, у нас как бы и газеты далеко не все читали. Да и, по-моему, это не, как бы сказать, не в характере нашего народа. К сожалению, да. У нас характерна поляризация. У нас или вообще отпускали на все четыре стороны, и вот эта дифференциация решалась силами соседей, или это длительные сроки тюремного заключения, или вообще смертная казнь. Ну, да. Ну, мы постепенно будем тогда заканчивать нашу программу. Я вас благодарю за интересный рассказ. Я думаю, что нашим слушателям тоже понравилось. Тема необъятная. Может, еще увидимся и встретимся, и поговорим. В частности, когда выйдет ваша новая книга, как она называется? «Россия под свастикой». Вот, когда как выйдет только новая книга Бориса Николаевича Ковалева. Напомню, профессора Новгородского государственного университета, доктора исторических наук. Я думаю, что мы проведем еще одну обязательную встречу. А сейчас благодарю вас. Спасибо. И вас благодарю за внимание, уважаемые слушатели. До встречи через неделю. Цена Победы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова